Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и это значит, что вы на канале Лёша Играет. А смотрите продолжение партии за Авраама Линкольна Sidmer's Civilization VI на последнем уровне сложности на божестве. Лидер пас стал выходить, 4 новых лидера появилось, в общем-то за одного из них я и играю по вашему голосованию, против других трёх и ещё россыпи других лидеров. Все подробности в первой серии, переходите к ней, ссылка в описании, в прикреплённом комментарии, там всё объясняется, лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, вот там в плейлисте, собственно, где есть первая серия этого прохождения. Большое спасибо вам за поддержку. Ну что ж, у нас война с Римом. Ну как война? Я чисто объявил войну, чтобы получить... Ну что-то я забыл какого озарения, или как... или одного вдохновения, забыл ускорения, ускорения получить. Так, надо бы прибрать всё-таки три бушеты. Жалко, если их убьют. Этот почему-то уплывает, парень. Так, маскат ко мне бежал, бежал, и в итоге уплывает. Так. Акведук даст золото. Не, наверное, буду просто отступать, пока... Этим, может быть, разговаривать... Этим стоим. Стоим. Ну, надо в бомбарды апать. Бомбарды ещё не открыты даже. В первую очередь индустриализацию открываем, чтобы... Посмотреть, где у нас уголь и фабрики строить. Так, я забыл, куда я этим рабочим бежал. А! Оленей. Да. Тут мы же будем храм Василия Блаженного строить. Так, эти всё убили варваров там. Надеюсь, я могу уже спокойно туда бежать. Тут был лагерь варваров. Слабенько пока протестантизм у нас распространяется. Так, здесь я хотел Геликарнас поставить. Семь ходов всего. Нормально. Тут будет неплохо Геликарнас. Так, этого парня мы используем как... Исследователя. Напоминаю, он может три... Три... Посла. Три посла в любой город государства запихнуть. Так, ну давайте, наверное, попробую в Зензибар распространить религию. Валетту чуть позже будем союзить. Алейнуру Аквитанскую встретили. Слушайте, а может, кстати... Хотя она здесь. Я просто подумал, может, тут немец не проиграл свои... Я помню, что у немца всего один Гуратахин, и он отваливается сейчас по лояльности. Я вот думаю, может, он не проиграл свои города, а его Алейнура Аквитанская сожрала. Но тут я встречаю Реймс вот здесь почему-то. Неужели Алейнура на нашем континенте? Так, чем-то торговать можно. Слонов можно у нее купить. О! Продан. 31 золото. 31 золото. Вход за лошадей. Мне лошади вообще не нужны. Я вообще как-то без верховых юнитов сегодня. Хотя... Хотя, кстати, можно же одного и сделать, чтобы очки эпохи получить. А вот почему я немца встретил. Тут у него великий флотоводец откуда-то. Охренеть. Странно, конечно. Так, Гурдвара. Блин. А я Аютхаю засоюзил обратно? Засоюзил. То есть, культуру мы получаем. Достаточно, чтобы купить апостола. Ну, я уже полностью укрепил все. Я думаю, что мне надо миссионеров просто покупать, пока работает... Возможность распространять религию. Так, отлично. Пройдемся еще по городам, что они у нас тут растут. Как ни странно, даже для тундры вроде ничего так получается. Но мне, конечно, надо больше городов, если я хочу победить. Поэтому я и надо... Поэтому мне и надо захватывать... Рим. Слушайте, а давайте мы... Какие-нибудь шедевры у... Конга купим. Правда, я, наверное, могу только религиозные. Надо отмечать, чтобы они меня больше не спрашивали об этом. В шедевре ничего. Да, ведь я могу только четыре реликвии. Но их вообще хоть кто-нибудь продает, начнем с этого. Так, продажа... Шедевры... Реликвии. Нет, ни у кого нету. Ну, а что, 154 золота. Неплохо. Да, ну, слышно, нету смысла тут дальше лезть. Железо саладину. А, подождите, это продажа. Купите. Я не то смотрел. Вот так надо шедевры. Реликвия. Реликвия. О! Ну, я бы принял. Все, одна реликвия была. Так, теперь продажа. Стратегические ресурсы лошади. Немцу две штучки. Нормально, пускай. Он все равно скоро не жилец. И железо. Девять. Ну, это давайте. Нормально. Купим деньги. Я, наверное, вообще куплю сразу фабрики. О! Шпиона я бы в Вавилон отправил. Так, только тут деньги никуда. Тогда в дурку Ригалзу пока. Денюшки поворуем, попрокачиваем. Логистика промышленной зоны. Тут мы на инженера. В надежде быстрее построить храм Василия Блажен. Вообще, семь ходов. Довольно быстро. Ну, я продолжу. Логистику промышленной зоны. Больше шпионов я, например, не могу построить, да? Давайте он вылечится. Потом мы его апнем и поведем на тот вот континент, где никого нету. Я вот так хочу, чтобы он плыл. А там варвары могут быть с другой стороны. Окей, новый Орлеан. Бегал в Монгомере. Думаю, уже не надо. Банза Конга 22. Самый выгодный. Монгомере. Ну вот, теперь из Монгомере добивает. Почему-то раньше не добивало до тех... Не понимаю, в чем там проблема была, честно говоря. Так. Ну, у нас опять нету клеток, да, для обработки. Прикол. Так, а аквакультуру я открыл уже, да? Ну, что же, потихоньку тут клеточки выкупать. 85 это более-менее. Ладно, давайте. Значит, город просто не растет. А аквакультура тут очень круто будет. Посла дали. Ну, я думаю, это надо будет валету. Но это уже в следующей эпохе, когда мы прекратим покупать миссионеров за веру постоянно. Так, вот столкновение протестантизма и православия. 24 города, православие 20. Да, Вавилон там. Очень хочет православие на всех распространить. А я с этого культуру имею, вообще-то. 27 с половиной. А вот где Париж. Так, ну это вот как раз... Ну, Алеонора, видимо, на этом все-таки континенте вместе с Саладином и со всеми. Но она явно на немца не влияет. Так что я не знаю, что там. С немцем кто-то его так сжирает культуру. Это очевидно, что его лояльность. Я не думаю, что у него даже захватывали города. Просто лояльностью его уничтожили. Уничтожили. Ужас. Как страшно жить, Тен. Давайте в Вильнюс, наверное, один отправим. Давайте встанем с Саладином его. Два очка к эпохе добавит. Так, у нас 8 ходов. Ну, во-первых, мы по идее два чуда построим. Вот, 7 ходов и 7 ходов. Я надеюсь, что мы их построим. Верфь. Ну, водяную мельницу сделаю. Ваша славная эпоха меня немножко раздражает. А нас нет. Мне норм. Ну, эти уже у Рима тоже мушкеты. Естественно, мы не можем захватить его. Но я жду, в общем-то... Более современных юнитов национализма и резиденции магистр, чтобы за веру покупать юнитов и делать корпуса, блин. Слушайте, вот если этот сейчас фигня на нас пойдет. Движется на юго-запад. Ну, то есть, по идее, туда, да? Юго-запад. Ну, если эта надпись меня обманывает, я очень расстроюсь. Тебе обрабатывать нечего. Ну, рядом с фулканом просто не хочу. Ну что, тут рудник сделать. Тут еще, тем более, надо выкупать, потому что если мы геликарнас построим, эти клетки еще больше нам будут всякой всячины бонусной давать. Просто стоим арбалетами. Ну, тут тоже ждем, когда присоединятся клетки, не спешим выкупать все. Там уже следующие дорого стоят. Так, я всех вообще встретил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще три цивилизации, а именно второе Конго, второй Американец и второй Рим. Где они? Так, примерно западное очертание нашего континента, я понял. Наверное, да. Гора будет. А что там у Вавилона православия, что он так... Ну, вот и смысл ему распространять в другие города. Непонятно. Доходство в гавани. Так. Ну, вообще, интересный флотоводец. Можно будет, если захватим... Хотя, ну, не знаю, флотоводство в гавани как-то... В общем, как-то неинтересно. Так, железо мы... Я вот как-то не помню, железо мы использовали или нет. Селитру мы точно использовали, значит, там лошадей надо, но лошадей мы продали. Кстати, там кто-то фрегат хотел, но, блин, в Баффало его строить как-то странно. Блин. Ну, не знаю, давайте три бушет еще один. Ну, просто вот в Баффало реально строить тупо нечего. Рабочие нам не нужны, поселенцы я все-таки боюсь туда ставить. Просто буду стоять вот здесь мушкетерами, чтобы меня обстреливал. Американец, и все. Да, слушайте, только оно не на юго-запад, а на северо-запад пошло. На северо-запад. Так, наверное, пока ничего не меняем. союзы восстанавливаем. С этим был экономический сандок военный. о, нифигася, а, нет. мне казалось, типа, дофига денег, это просто однократно 93. Ну, и ладно. Серьезно, затопило Париж. А, нет, слушайте, это все-таки разно. Ну, вот в Реймс, наверное, зря сюда прибыла. Так, о, это нам чисто собор Василия Блаженного. Побыстрее не забахать. По-моему, одного заряда там хватит. Что он тут строит? Бродвей уже строится, нифига себе. Ну, там Конго должно быть по культуре вообще где-то в новом времени. Конечно, очень круто. Так, надо еще миссионеров, я думаю, купить. Мне кажется, все-таки должно быть золотое время тут как-то вырулить. Сейчас еще должны несколько цивилизаций, наверное, встречаться. Так, и кругосветку я вроде не успеваю пока. Так, ну, логистики, я думаю, можно закончить пока я получил того инженера, которого хотел. престиж мы нигде не сможем нормально использовать. ну, да нет, смысл. Типа сюда поставить и вот эти вот раз, два, три, четыре клетки, да? Не, не знаю, не хочу я по счету заповедник здесь ставить. Тадж-Махал. фрегат. Фрегат. Так, а кто там фрегат хотел? Фрегат точно кто-то хотел. Валетта как раз. Но я бы лучше туда первого давайте, наверное, первый посол надо уже союзить. ну, и выполнить задание Валетты. Я думаю, нормально будет. Еще какую-нибудь ГГшку я хочу за Союз. Антона Нариву. Мехико. Абандар Брюне что дает? Ваши торговые посты в иностранных городах. не то, чтобы прям Лавенту можно чисто не засоюзить, а чтобы там было три в будущем. Ладно, давайте так и сделаем. Так, тогда здесь бригад делаем. Это выполнить задание Валетты. Освещение ускорили. Рапануэй что-то хотел. Вильнюс ускорили. какая? Наверное, акведук, я думаю. Ага. Предлагаю акведук сначала отремонтировать. Так, что с углем? один уголь есть. Во, второй есть. слушайте, тут угля нам даже насыпало в тундру. Нормально. Нормально. Вот у Вильнюса способность он просто дает театральные площади плюс 50% к бонусу за соседство. типа нафига. Я просто его союзил ради очков эпохи и все. Стоим. Ну что, нам, наверное, хватит одного заряда тут использовать. да. А в гелику я даже не успею его довести. Так что надо подумывать. Блин, я не вижу, где мне тут рурку. Ладно, подумаем еще над руркой. Опа, там миссионеры идут. Православные. Блин, надо больше делать. Не хочу апостолов. Пока. Но вообще, в принципе, уже за 260 можно и апостола. если там хорошая прокачка, типа с утроенной силой, например, в чужих городах, то апостол будет лучше, тем более, что он с миссионерами. Или там плюс 20 в теологической баталии. Он уже сможет с миссионерами драться. Открыли индустриализацию. Что нам следующее? Следующее нам надо более современные юниты. А это у нас линейные пехотинцы. Уничтожить врага при помощи рыцаря. Катак пойдем. Ну, рыцаря, кстати, тоже можно сделать действительно. Да, суши, нам надо конечно. Так, пока хорошо стоим. Мне нравится, что мы тут прокачиваемся просто этими мушкетерами. Он ничего арбалетчиками и обстрелом из городов ничего не может сделать. Мы просто лечимся сразу. Так, собор Василия Блаженного, господи. Ну, все равно не так уж и круто. Ну, хотя бы хоть как-то эти клетки тундровые начинают работать. Хоть как-то. Да, конечно, тут выгоднее было бы, по-моему, шелк культуру дает. Выгоднее было бы предприятие на шелке ставить, а не на мехах. Не продумал я, что у нас вообще надо проверить. Да, шелк плюс 20% культура. Вот если вы сделали тут предприятие на шелке, то еще было бы плюс 20% к тому, что тут собор Василия Блаженного дает. Был бы вообще огонек. Просто строят ребушеты на будущее. Сейчас не нужны. Сейчас их убьют просто. Так, ну, я не успею, я просто перекину геликарнас, а в следующем ходе и так один ход будет. Поэтому надо на какое-то другое чудо. Кстати, запретный город дает универсальную политическую ячейку. Можно строить на ровном участке рядом с центром города. Давайте мы в Баффало вот тут его построим. Или в Новом Орлеане. Нет, ну там мы геликарнас. Давайте, слушайте, реально. Еще один заряд. Тут, значит, откладываем в Баффало, ничего не строим. Что мы в Ричмонде можем построить? Фабрику. Ну да, тут надо везде фабрику и угольную фабрику делать. фабрику так и джошуадишь было обращено нет показалось пусть и наверное все таки апостолов буду уже покупать гляньте за прокачка а священку одного пока куплю я бы еще копил веру пока так мед могу продать железо наверное не буду а вот мед а вот этому парню а купить что-нибудь могу типа редкие ну вот наверно помогать тут алейноры грабят так и грабят я тут причем правильно не я же граблю так когда там ахин отвалится по лояльности 3 хода осталось на этому немцу универ и могу район строить центр коммерции кампус священное место ну промышленная зона нужно раз мы тут так играем ну вот на эту ферму ладно а тут я откладываю производство я собираюсь здесь попробовать запретный город построить шифт-энтер каждый раз меня спрашивают что надо делать чтобы пропустить ход шифт-энтер надо нажимать шифт-энтер ну и надо нажимать лайкосик к видосику и возможно даже комментарии оставить а если очень нравится то супер спасибо или спонсором канала стать чтобы поддержать финансовые у меня вдохновение вдохновение появлялось продолжать делать видео до вас тем не менее для вас тем не менее спасибо всем кто поддерживает не забудьте лайк и комментарий пожалуйста так валетта стала вас потому что мы построили фрегату пока я я не буду использовать ее способности довольство с двумя и более кончается резин интересненькая рационализм пока всего плюс 9 а вот либерализм так во первых первого посла надо наверно убрать нас верно либерализм все подождите что у нас все со счастьем может у нас участие немерено конечно плюс 8 плюс 10 ну да понятно не нужен нам либерализм не б наверно макиявилизм обратно поставим еще сможем еще одного шпиона сделать в принципе так опа хочу кто-то построил уже это чудо запреточку кто-то построил только на ровном участке рядом с центром города ну вообще тут несколько ровных участков рядом с центром города если бы она была не было построен то она просто не пацану и себе нельзя было строить она была бы просто не подсвеченной черт как-то мы наверное не найдем сейчас на карте не думаю что будет видно да ну кто-то построил нам универсальная ячейка была бы круто не знаю собор святой софии ну а дать это ж махал два ресурса угля у нас есть так этого парня а п.м. в продвинутого разведчика так и нам не хватает а у нас сейчас достроиться гелик ну все мы должны выходить золотой век не хватает сколько у нас три хода все отлично гелик следующим ходом это достаточное количество очков стоим следующим ходом будет апгрейд кстати так какие у нас прокачки других цивилизациях с утроенной силой так с утроенной силой хороший апостол ну теперь предлагаю копить пока веру в принципе мы неплохо разнесли опять кого-то чонжу обратим по пути почему один житель так хреново обращается ой а почему вас так много морской призрак там кажись сейчас наши каравелли наваляют так поехали фабрику и угольную электростанцию что тут у нас хотя тут у нас соседние нормальное соседство нормальная блин не добивает до нового орлеана факт о национализм нужен ну чтобы корпуса создавать отлично нет давай ты мне даже предлагать больше этого не будешь эту гадость мир заключить смешно нигде различать мир когда сильные защищают слабых вы основали религию но не принесли ее саладину это его радует да все фридрих исчез ну и кому она присоединяется а пока еще непонятно нет выжила вы с одним хитпоинтов фридрих карнаси красота и на жителей и буракума снизу шло озарение хотя и воюет с вами тоже видите три очка добавили так ну вот у нас гелик еще тут много приятных бонусов начал давать стоим все еще в защите не может прожать и поменяем наверно местами этого уже больно так так новом орлеане теперь строим часовню великого магистра можно было за веру покупать о построили фабрику нам дали еще одного мушкетера какая-то кто там газа аргаму что на газа аргаму так отправила мечников плавать далеко от себя странно блин не хочу этого в одного жителя они как-то тяжело обращать 1 газа аргаму так обращал тоже нифига не получалось сюда лучше пою большой город будь сильнее влиять так это можно как велее отправить а этого где-то вот в центре надо держать пока этого апостола и будем смотреть куда помочь я бы конечно попытался вавилонские города обратить но вряд ли получится сматываемся отсюда блин все хана каравелли к сожалению так угольная 800 или может купить просто давайте наверно купим и средневековые системы купим но это уже валетта я не знаю на что мне еще тратить веру сейчас строители поселенцы мне не нужны так теперь я думаю можно исследовательские гранты немножко почитать сразу дали еще одного я хочу я ведь их не объединяю лучше пока не могу национализм объединить но я их и не хочу между собой интересно если я буду новые покупать то есть я буду новые покупать они не будут уже иметь плюс 5 к силе но объединю с этими плюс 5 к силе останется или исчезнет это я хочу проверить ну вот там наверно должно быть нарисовано к кому он отваливается к арабу то есть это араб так сильно на него влиял что-то у них там произошло явно почему немцы так фигово с городами так вообще надо культуры за культурой следить блин 419 для между за победой туризмом мне кажется стать с таки с таким количеством культуры вход вполне можно так дешевле за веру чего часа вложусь сто процентов как торговцев но я даже не знаю давайте культурные но тут не пофигу а вот это мне важно эти вот так я думаю должно с десятью голосами пройти блин снижено за производство за веру только подождите да я один за веру 10 голосов за производство было 4 16 не но тут без шансов и даже себе максимум влил и плюс сто процентов в научный город государства блин они вообще есть как электричество должно появиться до жалко монгомери не будет доставать до нового орлеана о еще один да слушайте у меня тут на самом деле все-таки мощный бонус потому что вы просто не строите армию а юнитов у вас дофига и они не требуют содержания еще что очень важно все остальные строят армию и тратятся на содержание авраам линкольн просто фигачит промышленные зоны как у нас тут спор с православием 1928 ошибись не хочу убивать эту мушкетер не хочу туда переходить через реку а не убили каравеллу вау валим отсюда повезло ну эти могу его купить но мне дмитрий менделеев озарение для химии и случайной промышленной эпохи не особо интересен так проверка туризмом ну как-то слабенько все то есть у него дофига культуры но туризмом он что-то не очень да не хочу те клетки выкупать пока но и кажись мы сейчас блин довольно больно уже бьют мне кажется надо сейчас будет отводить потихоньку наших мушкетеров чтобы не сильно в большом количестве на них попадало но я думаю что мы это будем делать уже в следующей серии что мы выходим в промышленную эру в золотой век с одной так до национализма два хода осталось но нам надо нам не просто надо конечно корпуса делать но надо еще и в линейную пехоту выйти вот корпуса линейной пехоты тут конечно будут мощно вместе с бомбардами действовать а пока это все так баловство чисто по по прокачивать юниты ну как я сказал это уже в следующей серии спасибо что смотрите не забывайте лайкосик коментосик для алексосика алексей линкольн это я приятно познакомиться супер спасибо спонсорство если вам очень нравится то что я делаю ну и тем более вы сразу получите доступ ко всем сериям на этом все продолжение завтра спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас играйте в умные игры слава украине и живи беларусь всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео